Кхе-кхе-кхе, что-то мне не здоровится. Не знаю, что и делать. Самая здоровая программа. Вылечим всех. Следующий. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Самая здоровая программа». И с вами я, ведущая, Ирина Швец. Напомню, что партнер нашей программы – Центр лабораторной диагностики Биолайн. Биолайн – лидер на лабораторном рынке Донбасса. Какая лаборатория гарантирует качество и достоверность результатов? Нам доктор назначил столько анализов. Тебе нужно в Центр лабораторной медицины Биолайн. Они – лидеры на рынке лабораторной диагностики Донбасса. Биолайн осуществляет более тысячи видов исследований и выполняет анализы в любых биологических материалах. Не знаю, когда все это делать. Я все время на работе. Биолайн работает и в воскресенье. У них более 60 пунктов лаборатории по всей республике. А для совсем занятых Биолайн предоставляет услугу забора материала на дому или по месту работы. А где и когда можно забрать результаты? А результаты можно забрать в любом пункте или получить по интернету. В лабораториях Биолайн даже для детей и малышей с первых дней жизни предусмотрены специальные условия. Мы заботимся о вашем здоровье и гарантируем конфиденциальность и комфорт. Биолайн. Будь уверен, что здоров. Телефоны 071-404-74-09, 071-306-59-48. Гость нашей студии Екатерина Капасанов-Трофимец. Доцент кафедры стоматологии ДОНМО имени Максима Горького. Тема нашей беседы – здоровье зубов и дюсен. Советы и заблуждения. О красивой улыбке с белоснежными зубами мечтают многие. Вот только соблюдают правила гигиены и профилактики единицы. Как сохранить здоровье полости рта? Екатерина Капасановна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о технике чистки зубов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прежде всего хочу сказать, что техник чистки зубов существует достаточное количество. Не одна техника, но их объединяет то, что они предполагают отказ от горизонтальных движений зубной щетки. Это категорически противопоказано в любом возрасте любому человеку. Движения щетки должны быть разные на разных участках зубов. Вестибулярная, наружная поверхность зубов чистится подметающими движениями. Вот обычно, когда пациентам это объясняешь, они сразу понимают, что «а, да, я понял, вертикальными». Нет, не просто вертикальными вверх-вниз, а на каждой челюсти своё движение. Верхнюю челюсть, наружную поверхность нужно чистить с десны на зуб, то есть сверху вниз. Нижнюю челюсть нужно чистить снизу вверх, с десны на зуб, подметающими движениями. Внутреннюю поверхность и верхние и нижние челюсти чистят круговыми движениями. И единственная поверхность, где можно наши любимые горизонтальные движения использовать, это жевательная поверхность. Вот там эти движения не навредят. Чистить зубы нужно два раза в день? Да, это необходимая кратность чистки зубов два раза в день, утром и вечером, после приёма пищи. Для вечера проблем нет, то есть вечером перед сном уже поужинали, перед сном почистили зубы. А вот утром для многих людей возникает проблема, потому что некоторые говорят, «я привык сначала почистить зубы, потом покушать, позавтракать». Здесь как-то нужно будет лавировать, в идеале перейти на чистку зубов после завтрака. Если не получается, тогда после завтрака нужно тщательно пополоскать рот чистой водой и закончить ополаскивателем. Каждый человек хоть раз задавался вопросом, сколько минут нужно чистить зубы. Длительность чистки зубов какова? Вопрос очень простой, а вот ответ на него простым не будет. Нет. Считается, что человек с нормальной моторикой и со здоровой полостью рта, я обращаю внимание, со здоровой полостью рта, то есть когда нет кариеса, когда нет корона, когда нет мастовидных протезов, нет заболевания дёсен, вот в таком случае человек может хорошо почистить зубы за две минуты. Вот отсюда эти две минуты пресловутые, которые все знают, вот они отсюда и идут. Поскольку стоматологически здоровых людей в нашем обществе и во всём мире единицы, очень небольшой процент, то получается, что у всех у нас чистка зубов существенно удлиняется за счёт присоединения определённых инструментов и за счёт того, что появляются дополнительные этапы. Недавно в сети интернет была бурная дискуссия по поводу чистки зубов. Сначала ей положил вопрос одной девушке, нужно ли смачивать зубную щётку перед чисткой. С чего вообще нужно начинать чистку зубов? Ну вот в отношении, нужно ли смачивать зубную щётку перед чисткой, здесь мнения стоматологов неоднозначные и каких-то строгих рекомендаций не существует. Считается, что если щётка натуральная, из натуральных волокон, её лучше смочить тёплой водой, тогда волокна станут мягче. На синтетическую щётку смачивание тёплой водой практически не влияет, поэтому, но удобнее всё-таки стоматологи сошлись во мнении, удобнее. Это не строго, незаконно, но удобнее всё-таки перед применением щётку смочить тёплой водой и потом нанести зубную пасту. А вот с чего начинать чистку зубов? Здесь будет необычным ответ. Начинать чистку зубов нужно с ополаскивателя, с предварительного полоскания. Итак, пополоскали рот, можно брать в руки зубную щётку и начинать чистить зубы. Нет, нет, тоже не так. Следующим этапом после полоскания – очистка межзубных промежутков. Этот этап, к сожалению, многие из нас пропускают, забывают о нём. Межзубные промежутки нужно очистить с помощью инструментов. Существуют специально изготовленные инструменты, которые называются ёршики зубные, и существуют зубные нити или флоссы. Вот этими приспособлениями очищают межзубные промежутки и боковые поверхности зубов. И, наконец, наступает очередь зубной щётки. Да, вот после зубных ёршиков и после зубной нити наступает очередь зубной щётки. Продолжительность этого этапа как раз-таки и длится 2-3 минуты. Вот отсюда, и ещё раз повторяю, пошли эти 2 минуты. Чистка зубов с применением щётки, именно этот этап является основным, поэтому к выбору сред гигиены, к выбору зубных щёток нужно отнестись очень и очень серьёзно. А замена зубной щётки как часто нужно менять? Зубную щётку нужно менять каждые 2-3 месяца. Выбор зубной щётки должен быть индивидуальным. В идеале стоматолог должен порекомендовать зубную щётку, но каждый пациент, каждый человек сам для себя должен выбрать зубную щётку с учётом её степени жёсткости. Екатерина Капасовна, производители предлагают огромное количество зубных щёток. Как правильно выбрать зубную щётку? Главным признаком, на который нужно ориентироваться при выборе зубной щётки, это степень её жёсткости. Обычно для большей части населения приемлема зубная щётка средней степени жёсткости или медиум. Если у человека наблюдается усиленное отложение пигментированного налёта, ну, допустим, курит, много чая, крепкий кофе пьёт, такому человеку стоит приобрести щётку жёсткую или хард. Если у человека наблюдается повышенная чувствительность зубов, он с трудом переносит прикосновения щётки, температурные раздражители, тогда на короткое время такому человеку нужно выбрать мягкую зубную щётку типа «сенситив». Но, повторяю, обычно в стандартной ситуации все мы используем зубную щётку средней степени жёсткости. Имеет ли значение выбор зубной пасты? Безусловно. Если зубную щётку можно выбрать однажды и потом этому выбору не изменять, а только экземпляры каждые 2-3 месяца менять, то зубной пастой такое не получится. Зубную пасту нужно менять периодически, опять-таки, с учётом состояния десны, с учётом состояния твёрдых тканей зуба. Зубные пасты есть гигиенические, они подходят для ежедневного применения, а есть лечебно-профилактические. И поэтому, опять-таки, лучше будет, если это будет рекомендация стоматолога, но человек сам знает, какие у него есть проблемы, на какую проблему обратить внимание усиленно, и поэтому он должен чередовать. Один месяц у него идёт лечебно-профилактическая, противовоспалительная, второй месяц противокариозная, третий месяц у него сенситив, четвёртый месяц он даёт отдохнуть и берёт просто гигиеническую зубную пасту. Должен быть вот такой вот круговорот зубных паст, и я знаю многих пациентов, которые, допустим, а я постоянно очищу отбеливающую зубную пасту, и вот мне нравится. Это неправильная тактика, она может навредить зубам. Что предпочтительнее, зубная паста или зубной порошок? Тоже вопрос неоднозначный, но сразу хочу сказать, что зубные пасты делятся ещё по одному признаку – это степень абразивности. Так вот, зубной порошок обладает очень высокой абразивностью, и если постоянно пользоваться зубным порошком, да ещё плюс неправильные вот эти горизонтальные движения, о которых я упоминала, можно очень навредить себе, вызвать повышенную чувствительность, вызвать истирание эмали в области шейки, зубов, поэтому зубной порошок показан пациентам, у которых налёт откладывается усиленно, и, скорее всего, это будет всего один раз в день. Утром, допустим, будет зубная паста, вечером это будет зубной порошок. Екатеринка Апасовна, зубная щётка и паста завершают гигиену полости рта? Тоже нет. Завершающим этапом будет финишное ополаскивание. И вот для выбора финишного окончательного ополаскивателя к этому этапу нужно подойти серьёзно, потому что ополаскиватель, которым завершаем чистку, он водой не смывается, и он на некоторое время остаётся на полости рта. И если у человека есть какая-то проблема, допустим, кровоточивость дёсен, ему врач порекомендовал противовоспалительный, противомикробный ополаскиватель, пополоскали, сплюнули, и полчаса ополаскиватель ещё работает на слизистой. То есть это дополнение к зубной пасте. Отбеливание зубов – вред и польза? Польза, безусловно, прежде всего, это эстетическая. Человек, который имеет безупречную улыбку, у него повышается самооценка, у него улучшается настроение, это все знают, я не буду на этом останавливаться. С точки зрения клинициста польза отбеливания будет заключаться, как ни странно, в подготовительном этапе. Дело в том, что перед отбеливанием нужно провести профессиональную гигиену полости рта. Почистить на неочищенные зубы отбеливание не производится. Профессиональная гигиена, профессиональная очистка – это как раз самая большая польза отбеливания. Что касается вреда, если не увлекаться, если слишком часто не проводить эту процедуру, то вреда не будет, будут небольшие нарушения, они будут кратковременные, и они будут небольшие. Допустим, непосредственно после процедуры отбеливания 2-3 дня может быть чувствительность, может десна немножко быть травмирована. За 2-3 дня все это проходит. А если человек увлекается и слишком часто процедуру эту проводит, тогда нарушаются даже твердые ткани, зубы становятся хрупкие, может перелом, трещина появится. Ну и, конечно, самая главная опасность и самая частая – это повышенная чувствительность. Многие пациенты жалуются после отбеливания, я не могу ни холодное взять в рот, ни горячее, воздух даже не могу. Это вот такое негативное последствие частого отбеливания. Зубной камень, как часто нужно его удалять? Это тоже индивидуально. У каждого человека разная скорость отложения зубного камня. В среднем достаточно 2 раза в год, как со всеми хроническими заболеваниями, так и парадонтит. А зубной камень – это одно из проявлений хронического генерализованного парадонтита. Ранней весной и ранней осенью достаточно прийти на профилактику, снять зубной камень. Если у человека парадонтит развившийся, средний, а то и тяжелой степени, там уже раз в полгода это будет слишком редкий срок, там нужно будет приходить раз в 3 месяца, кто-то приходит даже раз в 1 месяц, каждый месяц приходит, и мы снимаем зубной камень. Мы ненадолго прервемся, не переключайтесь. А я отмечу партнер программы – Центр лабораторной диагностики Биолайн. Биолайн – лидер на лабораторном рынке Донбасса. Какая лаборатория гарантирует качество и достоверность результатов? Нам доктор назначил столько анализов. Тебе нужно в Центр лабораторной медицины Биолайн. Они – лидеры на рынке лабораторной диагностики Донбасса. Биолайн осуществляет более тысячи видов исследований и выполняет анализы в любых биологических материалах. Не знаю, когда все это делать, я все время на работе. Биолайн работает и в воскресенье. У них более 60 пунктов лаборатории по всей республике. А для совсем занятых Биолайн предоставляет услугу забора материала на дому или по месту работы. А где и когда можно забрать результаты? А результаты можно забрать в любом пункте или получить по интернету. В лабораториях Биолайн даже для детей и малышей с первых дней жизни предусмотрены специальные условия. Мы заботимся о вашем здоровье и гарантируем конфиденциальность и комфорт. Биолайн. Будь уверен, что здоров. Телефоны 071-404-74-09, 071-306-59-48. Самая здоровая программа. В эфире Радио ТВ «Самая здоровая программа». У нас в гостях Екатерина Капасана-Трофимец, доцент кафедры стоматологии ДУМО имени Максима Горького. Тема нашей беседы – здоровье зубов и десен, советы и заблуждения. Екатерина Капасана, совместимы ли зубы и твердые предметы? Сразу скажу – нет. Именно твердые предметы. Здесь нужно разграничить жесткую пищу и твердые предметы. Жесткая пища полезна для зубов. Капуста, яблоки, свекла – это все нужно жевать, это будет огромная польза. А вот твердые предметы, никаких орехов, даже семечки, желательно чистить руками. А частые перекусы пищи? Они вообще не полезны для общего здоровья. Стоматологи тоже их не приветствуют. Но если случается такая ситуация, то после приема пищи обязательно хотя бы просто пополоскать водой. Какие вредные напитки для зубов? Прежде всего по температуре. Холодные и горячие, а особенно их чередование сразу после холодного – горячее. Газированные напитки, безусловно, вредны для зубов. Соки натуральные, особенно с большим содержанием кислот. Это цитрусовые. Как ни странно, фреши, свежевышатые соки тоже очень неполезны для зубов. Поэтому если человек выпил, допустим, свежевышатый сок, то сразу после этого не рекомендуется чистить зубы, потому что эмаль какое-то время ещё размягчённая. Нужно выждать с полчаса и только после этого пойти почистить зубы. Вот я знаю, шиповник нужно пить через трубочку, потому что он вреден для зубов. Вредно ли вообще пить через трубочку? В отношении трубочки мнения тоже не совсем согласованные, но большая часть стоматологов всё-таки придерживается такого мнения, что вреда нет, а есть только польза. Изолируются зубы. Однозначного мнения нет. Некоторый, небольшой процент, считает, что бесполезно. То есть вреда точно нет, польза имеется, но некоторые подвергают её сомнениям. В отношении стоматолога к жевательной резинке после еды? Очень даже полезно именно после еды, вы хорошо уточнили. После еды покушал, пополоскал и взял жевательную резинку. В идеале, если это будет жевательная резинка без сахара, тем более сейчас у нас в аптечной сети, если видели жевательные резинки с экстрактами шалфея, с хлорофилом, то есть они плюс ещё и лечебные. Курение – это смерть зубов? Да, это однозначно. Здесь никаких расхождений. Все стоматологи, все врачи однозначно говорят, да, курение опасно для здоровья всего организма и для зубов в частности. Массаж дюйзен – полезен? Тоже провожу аналогию с общей медициной, как и для всего тела, так же и для зубов очень полезен массаж. Все виды массажа полезны. Гидромассаж, вакуум-массаж, механический массаж, пальцевой массаж. Это всё будет однозначно только польза для дюйзен. Ваши пожелания нашим радиослушателям? Всем, кто сегодня нас слушал, я бы хотела пожелать сохранения стоматологического здоровья. Хочу, чтобы у вас всегда сияла здоровая белоснежная улыбка, и чтобы вы к стоматологу обращались только для профилактики. Поверьте, это в наших силах. В студии Радио ТВ была Екатерина Капасовна-Трофимец, доцент кафедры стоматологии Донму имени Максима Горького, а партнер программы Центр лабораторной диагностики Биолайн. Биолайн-лидер на лабораторном рынке Донбасса. Будьте здоровы, не болейте. Услышимся следующий понедельник. Оставайтесь на волне 95FM. Только ваше радио. Какая лаборатория гарантирует качество и достоверность результатов? Нам доктор назначил столько анализов. Тебе нужно в Центр лабораторной медицины Биолайн. Они лидеры на рынке лабораторной диагностики Донбасса. Биолайн осуществляет более тысячи видов исследований и выполняет анализы в любых биологических материалах. Не знаю, когда все это делать. Я все время на работе. Биолайн работает и в воскресенье. У них более 60 пунктов лаборатории по всей республике. А для совсем занятых Биолайн предоставляет услугу забора материала на дому или по месту работы. А где и когда можно забрать результаты? А результаты можно забрать в любом пункте или получить по интернету. В лабораториях Биолайн даже для детей и малышей с первых дней жизни предусмотрены специальные условия. Мы заботимся о вашем здоровье и гарантируем конфиденциальность и комфорт. Биолайн. Будь уверен, что здоров. Телефоны 071-404-74-09, 071-306-59-48. Самая здоровая программа. Вылечим всех. Следующий. Субтитры создавал DimaTorzok